Такой режим вели, блин. Надеюсь, что все-таки 31 мая все изменится. Нет, не надеется. До Нового года такая фигня будет. Да? То есть меры про карантин и продлят? У меня чуйка есть. Мы не верили, что будут продлевать без конца вот это вот. А на самом деле, как они будут... Ну, я говорю, до Нового года, а там будет самое страшное. Голод, преступные группировки. Как в 90-е окунемся. В 90-е нам пока что-то ревка прогулка. Это у нас гостиница Интурист. Известное место было на Тверской, где собирались, помню, в свое время много-много в 90-х, в конце, в начале 90-х проституток. Туда идет дальше центральный телеграф. Пройдем сейчас, посмотрим, что-то как так. Нетипичная Москва, абсолютно пустая практически. А здесь, собственно говоря, вот он и правительство Москвы находится вот в этом здании. Вот так вот много очень машин на самом деле. Сейчас попробуем пройти в сторону Государственной Думы. А я иду, шагаю по Москве. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Пройду там. Всем доброе утро, друзья. Я с наступившим уже праздником, сегодня, правда, 10 мая, с праздником Великой Победы. Всем желаю, естественно, мирного неба над головою. Нахожусь на улице Тверской. На заднем фоне у меня Кремль. Вот, немножечко пройдемся сегодня по центру и посмотрим, какие произошли изменения. Вообще, с 15-го у нас апреля ввели цифровые пропуска. То есть, в центре, фактически, куда вы направляетесь, нужно обязательно иметь разрешение и карту, привязанную тройку, допустим, ну, чтобы пройти на том же метро проехать. Вот, у нас, соответственно, есть разрешение, мы сейчас выдвигаемся на работу. Народа практически нету в центре, ну, редко попадается, за редким исключением попадаются люди. Вот, нахожусь возле гостиницы, бывшей гостиницы Интурист. Сейчас даже не знаю, как она точно называется. Ну, в общем, сейчас пройдемся и посмотрим, что и какие здесь изменения, и вообще, как выглядит город Москва на карантине. Всем хорошего просмотра, всем хорошего, приятного просмотра. Здесь, на этом месте, стояла гостиница Интурист, старое здание снесли, и вот построили новое. Вспомню в свое время много-много 90-х, в конце, в начале 90-х проституток. Туда идет дальше центральный телеграф. Пройдемся сейчас, посмотрим, что-то как так. Нетипичная Москва, абсолютно пустая практически. Ну, теперь вот эта гостиница вот называется как-то так. Ну, сейчас по-английски не особо умею читать. Вот. Так, Государственная дума там у нас находится. Пройдемся. Вот, проходим мимо памяти к архитуре из здания театра имени Ермоловой. Все на карантине, ничего не работает. Куда у нас идет дальше? Пушкинская площадь. Макдональдс интересно работает. Тут есть, кстати, Макдональдс, но, наверное, если только работать, на вынос. Кстати, с учетом того, что 10 мая машины есть. Ездят машины, но не так-то и мало, я бы сказал. Наверное, большинство все-таки на даче. Там видно циферка 1. Первый канал, наверное, вчера транслировал. Авиашоу было вчера. Несмотря на ограничительные меры, но все-таки авиашоу состоялось. И в 10 часов вечера был еще салют. Правда, мне так не удалось посмотреть. Патрулирование есть, как мы видим, машины стоят. В общем-то так, я думаю, некоторых людей останавливаются. С правой стороны у нас Кейбергерский беру. А вот это Макдональдс. Макдональдс абсолютно не работает. Только одного из нас. Как-то так. Москва, как видите, украшается. Красятся лавочки. Сейчас мы подходим. Чуть дальше у нас будет море Москвы. Тверская, насколько я помню, дом 13. Воняет краской. Непередаваемый на камеру. Не очень приятный запах. В свое время здесь мне что-то понравилось. Сделали вот озеленение. С правой стороны мы наблюдаем. Деревья появились. Хотя раньше, еще 2-3 года назад, здесь ничего такого не было. Здесь Министерство образования, Федерация. Юрий Долгорукий. С правой стороны у нас памятник основателю Москвы. Ну, это, собственно говоря, вот оно из здания. Правительство Москвы. Вот там сережка наверху мажет рукой, если присмотреться внимательно. Тщательно охраняется. А еще, друзья, если на эту тему прикол, коронавирус это ненадолго, ведь он сделан в Китае. И при пресечении границы России коронавирус теряет свои патологические свойства и становится обычным УРВИ. Возможно. Неузнаваемый город, мало иностранцев, никого нету. Естественно, карантинные меры повышенные. Сейчас, как говорят, вроде на пике COVID-19 у нас находится. И педагогическая обстановка в России, особенно в центре столицы, не очень здоровая. Далеко не здоровая. Такие пустынные улицы я никогда не видел. Сбербанк. Сбербанк работает. Можно заходить. Какие-то совершать функции. Вот так вот много очень машин на самом деле. Сейчас попробуем пройти в сторону Государственной Думы. С левой стороны у нас Убьянка, здание ФСБ. Так, это Тверская 8 у нас. Памятник Юрию Длагоруком, еще раз повторюсь, основателю Москвы. Вот такие, кстати, здесь у нас велосипеды. Интересно, сейчас велопрокат работает. Напишите, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает. Насколько известно, вроде уже должны. Вот, смотрю, здесь уже несколько штук не хватает. И, наверное, скорее всего, нужно тоже какой-то оформлять цифровой пропуск. А тут, ребятушки, вот такой прекрасный фон. И, смотрите, вот уточки плавают. Еще только не хватает вот этих фонтанчиков. Они, по идее, должны быть включены. Но, скорее всего, в связи с этой пандемией, все-таки фонтана включат, наверное, где-нибудь в конце мая. Вот один человечек там сидит. Вот, друзья, пообщался с мужчиной, сидит на лавочке. Вот там. Говорит, в принципе, отсюда до Убянки можно легко пройти. Вчера, говорит, никого не было. Сейчас посмотрим, насколько действительно так. На Лавочке хотел, конечно, подойти еще в Государственной Думе. Но думаю, что это будет не совсем по пути. Это надо сворачивать сейчас направо. Давно не был в центре уже, как бы, да? И все-таки со временем что-то начинаю подзабывать. Раньше я знал практически каждый переул. Москва апокалиптическая. Да, сейчас бизнес, конечно, терпит серьезные убытки. Все вот эти карауки-бары, суши-бары. Ну, если только на доставку работают. Но в лучшем случае, наверное, все-таки оправдывают как-то свою аренду. Ну, и будем надеяться, конечно, на государственную поддержку. Как нам там обещали. Действительно, она будет. Или это все только на словах останется. Пишите в комментариях. Как вы считаете? Как кто-то сказал, не так страшен вирус, как перспектива погибнуть от голода на карантине. Как-то жутковато с одной стороны. Зона безживотная заканчивается. Тут машины ездят. Так, а вон там у нас с левой стороны Петровка 38. По-моему. Очень красиво. Очень оригинально сделаны вот эти светильнички. Я думаю, вечером вообще прикольно смотрится. Красота. А я иду, шагаю по Москве. На-на-на-на-на-на-на-на. Пройду там, как там, и море, и тайгу. Ну, судя по всему, вот эпидемиологическая обстановка в стране, видите, соблюдается. И людей вообще нету практически. Ну, вот такие вот станции возле станции за метро. Там попадалось несколько человек. И полиция. Соответственно, везде. При выходе стоит. И при входе тоже. Ну, вот очень такое хорошее, интересное часовонька стоит. Такое атмосферное местечко. И никого нет. А это у нас столешний переулок. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Там милиция, группа полиция стоит. Дмитриевский переулок. Проходим Дмитриевский переулок. Улицы абсолютно пустынные. Видно только кое-где местами стоит Яндекс.Такси. И редкие прохожие. Апокалипсическая картина немного такая. Москва-2033. Это мне напоминает вот этот вот Артем. Главный герой по книге Москва-2033, когда он вылез в город. Но там, конечно, еще более жуткая картина была. Там летали вот эти тиродаклови, как их там называют. Это вот эти птицы, типа, из древнего мира. В общем-то, какие-то непонятные животные. Непонятно на кого похожие. Очень страшные. Пытались его сожрать. Ездят курьеры. Все стоит. Вернее, ничего не работает, хотел сказать. Все стоит. Время 8 часов 20 минут утра. Это, друзья, Петровка. Петровка-5. И, скорее всего, это Кемергевский переулок, если я не ошибаюсь. Напишите в комментариях. Кто знает. И вот, друзья, мы подходим к главному центральному универсалу Москвы. ЦУМ. Центральный универсальный магазин. Так, а это у нас Кузнецкий мост впереди. Тоже пустынный абсолютно. Мы сейчас попробуем подойти к Центральной Думе. Вот редкие прохожие. Уже не совсем редкие. Несколько человек. Как-то так. Петровка. Ну, люди, видать, идут на работу. Может, какие-то выполняются работы. Кстати, хотел бы добавить еще. С 12 мая уже действуют какие-то послабления. И промышленные предприятия, также строительные бригады, я так понимаю, будут работать на полную мощность. То есть, как бы планируется, вроде, насколько мне известно, где-то 500 тысяч человек выйдет на работу. Только я не понял, это где конкретно выйдет на работу. Только в Москве или по всей России. Вот. Ну, народу, естественно, прибавится в метро. Как я сегодня ехал, было пустынное, пустынное, практически, метро. 2-3 человека. Едут люди, музыку слушают громко. И тут играет музыка. Ну, в Самцу, наверное, зайти невозможно. Хотя, не исключено, что и можно. Может быть, там какая-то есть какие-то продуктовые магазины. И к ним какой-то есть отдельный вход. Так, а с правой стороны у нас большой театр, не особо смотрится. Ну, архитектурно красивое издание, оно смотрится особенно. Впереди, возле фонтана. Фонтаны не работают, конечно. Но, тем не менее. А это у нас малый театр с левой стороны. Это театральная площадь, в общем-то. Я помню, когда нас принимали в советское время в октябрята, привозили в музей... Ой, сперва Владимиру Ильичу Ленину, поклониться в ножке, что называется. Там была очередь где-то с километров. И после этого мы сюда каким-то образом, помню, нас сюда привели. Какое-то театральное выступление мы еще смогли посмотреть. Там, видно, впереди полицейская патрульная машина. Вот. Это, собственно говоря, вот самый большой театр. С такими огромнейшими красивыми колоннами. Я, кстати, интересовался, куда же дели все бомжи и куда-то перевезли из центра Москвы, возможно, под Москвой, на карантин. Многих, конечно, вывезли, но кое-кто остался в центре. С правой стороны, туда дальше, у нас виднеется Государственная Дума. Нетипичная Москва, еще раз повторюсь. Конечно же, вообще никого нет. Только птицы летают. И двор не тихоет. Нет, с ним не тихоет. Это точно. Сейчас такой режим великолеп. Надеюсь, что все-таки 31 мая все изменится. Нет, не надеемся. Не надеемся? До Нового года такая фигня будет. Да? То есть меры про карантин и продлят. У меня чуйка есть. Мы не верили, что будут продлевать без конца вот это вот. А на самом деле так они будут. Но и вару до Нового года, а там будет самое страшное. Голод. Преступные группировки. Как в 90-е окунемся? В 90-е нам пока очень редко пробуют. Да уж. А можно я вас сниму немножечко, скажете с вами? Не надо. Не ходите? Не, не, я понял. Да, да. Ладненько. Вот тут видно Государственную Думу. Мы сейчас попробуем издалека снять. Туда ближе не пойду, потому что там полицаи и везде. В общем-то, я думаю, рисковать не стоит. Ну, скорой помощи кругом мотаются. А вот эта площадь у нас, не помните, как? Это не фиатальная? Ну, да, да, там патруль, смотри, стоит. Там Александровский сад, вот истонический музей, там дальше Кремль, Красная площадь. Парк Зарядье, да, 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 да. Все правильно. Там очень красиво, кстати. Москва апокалипстическая, я бы сказал. Вот выглядит вот в таком виде сейчас как вот. Людей нету, никого нету. Не, вы представляете, это еще не жутко. Я 1 мая шла с работы, метро Дмитровская, захожу, народу никого. Иду дальше. Там, где кассы, нету кассиров. Ближу этих охранников. Ну, видимо, может, люди посмотрели, что нет никого. Куда-то отлучились, мало ли, бывает. Вы знаете, еду по экскалатору, жыпь такая. Думаю, Господи, мы сейчас параллельный мир попало. Ну да, радиацию запустили. Настолько жутко. Я поняла, что такое шевелятся волосы на голове. На перроновых спускаюсь, нету никого. Это 1 мая, да, вы говорите? Да, это 1 мая. Ничего себе. Ну, они сейчас боятся люди. Но многие боятся еще вот эти штрафные, эти санкции, которые сейчас проводят. По 4 по 5 тысяч, а это пополнять казну им надо как-то. Не, мне поражает. Добровольная самоизоляция, а почему-то штраф за нее. Да, да, да. Ведите тогда карантин, так называемый, как там режим. Вон, полицейский едет еще. Прошлыводите меня от ЖКХ, от кредитов, от всего. И платите мне, я буду дома посидеть. Я бы с удовольствием за деньги дома посидела бы. Да, а вы сами из Москвы, да, получаете? Ну, знаете, я вообще-то родилась в Туле. На 30 лет прожила в Норильске. Это муж у меня, коренной москвичи. Два года назад мы уехали с севера сюда, в Москву. Мне кажется, сейчас надо бежать из Москвы, наоборот, куда-нибудь туда, подальше. Откуда? Какая заворога прогулась. А все начинается именно отсюда. Эпицентр всех событий именно Москва. Что, 90-е? На другую планету, если только. Если такая, да, есть, если нас туда пустили бы. Ладненько, спасибо, пойду, а туда дальше прогуляюсь. Не буду привлекать внимание сильно. Будьте здоровы. Все, хорошего, до свидания вам, спасибо. Ну, вот тут видно, а также ходят киргизы, что-то снимают. Там бабушка сидит. Без определенного места жительства, я так понимаю. Очень жаль. Вот пообщался с женщиной, вот так вот пообщались. Здесь очень много ФСБ ездит, видите. Так, а мы идем, короче говоря, по правой стороне. По правой стороне у нас отель Метрополь. Метрополь. И мы идем в здание ФСБ. Театральную площадь проходим. Здесь происходили события не так давно, насколько я помню. Около приемной ФСБ, чуть подальше, открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ. Там какой-то человек, да, зашел из САГИ. И он в пятеро, пять пятерых человек ранил. И из них впоследствии потом двое скончались. Вот, ну, его, естественно, ликвидировали спустя какое-то время. Хотя перестрелка здесь была где-то около часа, наверное. Длилось все это на протяжении. В центральной площади вот здесь, это Убьянская площадь у нас виднеется. Был когда-то, вспомню, в советское время, даже, по-моему, до 2000-х годов стоял памятник Феликсу. В 2000-каком-то году его снесли, наверное. Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Это у нас такой чекист был, КГБшник. Ну вот, ребята, как-то так все это и выглядит. Центр. А сейчас эту память, в принципе, можно увидеть на Крымской набережной, где он находится в парке Музеон. Это виднеется у нас там политехнический музей. Все закрыто. Странная площадь. Полиция. Так, не буду, ребята, сильно показывать. С правой стороны сейчас от меня. Вот я не прохожу мимо здания ФСБ. Кругом здесь ДПСники стоят на каждом шагу буквально. У нас разрешение есть, в принципе, по этому, нам бояться нечего. Мы надвигаемся на службу. Наша служба и опасные труда, хоть на первый взгляд, как будто не важна. Трички останавливают машины. ДПСники. Так, вот у меня здание ФСБ. По-моему, приемная ФСБ. Или вход центральный, не знаю точно. Не надо сказать. Так, а это, насколько мне помогли для ГОМУС. Так, Мясницкая улица. Мясницкая улица. Мы сейчас движемся к чистым прудам. А тут можно, в принципе, пройти до нужной мне цели. Вот еще мы идем в днем экспортированное место жительства. И так же продаются улицы пустынные. Остались только велосипеды. Кстати, взять бы ее на прокат. Да у меня нету этой карточки. Не знаю, как она действует. Помню еще лет, наверное, 18-20 назад я находился. И у меня работа была где-то вот здесь вот. Там у нас находился офис. В этом переулочке. Даже не помню название точно переулка. Мясницкая улица. Абсолютно свободно. И машин мало. Там вот только какая-то мигает машинная, наверное, техническая, помывочная. Или обработка, дезинфекция. Будем надеяться, что все-таки постепенно с самоизоляцией меры снимутся с 31-го. Ну, с 12-го действует послабление для промышленных предприятий. Еще раз повторюсь. Мы пионеры дети рабочих. Интересно. Потом вроде как разрешение сделают для прогулок для семей. Торговый центр, по-моему, насколько мне известно, входит в последнюю очередь. Пионерская зорька. Вот видим, ребята, здесь еще работает, оказывается, у нас табак. И можно даже что-то перекусить, взять кофейку. 69 рублей, кстати, кофе стоит. Можно заказать. Я сейчас, наверное, возьму кофейку, попью. Кафешечка. Единственное, которое мне встретилось на протяжении всего моего маршрута. Ну, взяли, ребята, кофейку. 70 рублей мне это обошлось. Ездят велосипедисты, занимаются спортом. Также Яндекс еда. Пойдем присядок. Увочки московские, спаские, петровские. Я люблю вас, увочки, увочки-шкаточки. На надежную площадку, конечно, мы обломимся. Вижу, и слегка начинает капать дождь. Портит немножко нам атмосферку. Атмосферку по кайфу. Видны такие вот дворы, арочные. Чем-то даже напоминает Питер. Пройду туда, посмотрю, что там. Это мне напоминает, а где-то мы в горах отдыхали. Роза Хутор. Вот там тоже было. Аллея флагов такая вот как бы. Чем-то смахивает. Там, конечно, гораздо было больше. Ребята, уточним информацию. Во время чемпионата, все-таки это относится к чемпионату, здесь хостел у нас находится. Вот, ребята, и номера здесь стоили от 300 до 500 рублей за сутки. Многие иностранцы останавливались здесь. Теперь мы разобрали всю правду. Вот. Кому это интересно. Сейчас, естественно, наверное, все не работает. В связи с приказом. Вот меры профилактики распространения вируса. Москва, улица Мясницкая. Дом 24-7. Дробь, а, 24-7. Трезвая Русь. О, первое позитивное радио России. Такие вот наклеечки на машинах. Так, выходим дальше, идем по Мясницкой, сторону чистых продуктов. Тут вот такое-то интересное тоже делается здание. В оградили фасад здания. Так, ну мы двигаемся дальше. И жалко, очень дождик идет. Немножечко мешает для съемок. Я надеюсь, что меня слышно, потому что периодически у меня отходит микрофон. Вот дезинфекция продолжается. Москва. Мясницкую улицу моет. Ездят также на самокатах люди, на велосипедах. Так, и вот мы видим уже метро. Чистые пруды, наверное, будут направо. А это Тругеневская, наверное, скорее всего. Макдональдс, который закрыт. Хотя работает, наверное, на вынос. Либо на доставку. А вот оно и чистые пруды метро. Трамвай, пятерочка, вези в черемушки меня. Эх, время, время, времечко, жизнь не пролетела зря. Парк у нас, сквер, вернее, вот этот огорожен. Туда не зайти. Это памятник у нас Грибоедову. Проходим, ребята, мимо посольства Республики Казахстан. Все закрыто. Полиция часто попадается. Вот там едет очередной раз с мигалками. С сопровождением ФСЛО. Видать, какой-то едет важный начальник. Начальник. Трамвайчики. Здесь тоже скверик проходим с правой стороны. Большой Хритоновский перевод. Все пустынно. Так. Ну а мы идем по чистопрудному бульвару. Вот я как раз увидел вывеску сверху. Ну а здесь, ребята, виднеются чистые пруды. На самом деле, их раньше, вроде как говорят, называли поганые болота. Или поганые там что-то типа лужи, что ли. Поскольку туда сбрасывали разные нечистоты. А вот мы, ребята, находимся возле театра Современник. Чисто пурный бульвар. Полиция едет. Посмотрим. Современник. Спасибо, ребята, то, что смотрите до сих пор. Кто еще остановился, кто еще продолжает смотреть. Поскольку, может быть, видео немножечко такое, конечно, утомительное в какой-то степени. Но прогулку мы сейчас сами пока не можем совершить. До 31 мая. Когда будет действовать послабление, неизвестно. Все зависит от эпидемиологической обстановки, которая сложилась в городе. Здравствуйте. Не, не курю. Люди так же без определенного места жительства. Я думаю, из Москвы. Всех, потому что метро их не видно просто. Многие, я смотрю, переехали в Подмосковье. Очень много в лесу. Попадают какие-то, делают свои шуаши временные, в ремянке. И живут, кто переехал из Москвы. Но в Подмосковье сложнее добыть еду. Все-таки здесь, как-никак, ну, какая-то библиотека здесь. Здесь, как-никак, было раньше проще, конечно. От ресторанов им что-то доставалось, перепадало от магазинов, испорченная продукция. Вот. Сейчас, конечно, людям бездомным очень тяжело. Надо все-таки как-то, мне кажется, по возможности им помогать. Также гуляют с собачками здесь, в принципе, и везде. А скажите, правильно я иду к Комсомольской почве в том направлении? Сколько метров? 300 километров? Два. Ну, минут 15, да? Поменьше. Поменьше? А, ну, нормально, дойдем. Спасибо. Конечно же, люди пытаются по возможности заниматься спортом. Так, мне сказали минут 15 примерно. Ну, может, поменьше. Ну, смотри, каким шагом. Я отхожу быстро обычно. Во. Без всяких нареканий. А, ну, идем по Покровке. Тут у нас с правой стороны Порошевский переулок, циркушечка. Если я не ошибаюсь, я в нее раньше ходил. Так. Ну, двигаемся. Двигаемся ритмично, реагируем мгновенно. Я не знаю, кто такой карантин, но спасибо ему за свободную Москву. Еще хотел бы добавить то, что с 12 мая у нас ведут все-таки, как бы действует небольшое послабление, но тем не менее, маски станут, ношение масок в общественном станет обязательным. Также, по-моему, если вы идете за продуктами, еще и одевать придется перчатки. Вот. Не знаю, как это будет соблюдаться ли режим, но, возможно, на первый раз вы одеваетесь с предупреждением, на второй или третий раз, если попадетесь, то штраф там тысяч пять, наверное, или четыре тысячи, точно не знаю. Девушка мне сказала идти до Комсомольской площади минут 15, очень далеко. А по мне, прогулка, такую погоду, ни жарко, ни холодно, прям доставляет удовольствие, честно говоря. Ну, одно но, что придется еще работать. Поэтому, двигаясь к цели, не на метро, как обычно, а пешком. Так вот, хоть можно будет немножко прогуляться по Москве. Пройти по улице здесь людей гораздо меньше, чем в том же метро едешь. Как-никак, но там соприкасаешься и самая-самая грязь. Вот здесь даже играет музыка. Ресторанные караоке. Ну, правда, здесь, наверное, можно вкусняшку какую-то купить. Графт работает с 10-22, а работают булки, тут доставка на вынос. Все на вынос. Так, а это у нас сталинский дом такой, высотка стоит. Я думаю, как раз там мы и направляемся в том направлении. И спросить-то не у кого. Я тут немножко запутал. Куда идти дальше? Так, вижу, ребята, РЖД, центральный офис, скорее всего, а мы идем, значит, по Садовой улице. Братцы и сестры, скоро проснутся комары, а на улице никого нет. Вот облом-то. Так, ну вот, ребята, поднимаюсь, новая басманная Куванчевская. Все, я уже практически достиг до цели. Осталось не мало. Сезонный рабочий, вот это памятник бомжу. Ну, это как бы экскурсовет, говорит, да? Да. Вот это да. Ну, может быть. А может быть, так просто прикол у них такой. А я не курю, бросил. У нас 30 уже не пугает. 30? Сейчас посмотрю. Сейчас, ребята, вот здесь вот Лермонтов. Вот дом. Это раньше был. А вот смотри, сейчас я скажу. Ага. Здесь из красного мрамора, если ты во внутрь взглянешь, он есть. Это вот, когда немцы хотели Гитлеру поставить памятник из красного мрамора, это перецепили их наши советские войска. И вот заставили их в дом, вот это вот Сталинский дом. Нет, Сталинский дом-то я знаю, да, вот эта высотка, да, Сталинский. Ты во внутрь зайди, вот арка. Это вообще красота. Там внутри двор-то, имеете в виду, да? Вот, вот, вот. А там как пройти-то? Вон она, арка. А, через арку и туда во внутрь пройти. Да, во внутрь ввезти. До познания Москвы. Спасибо. Да, давайте, удачи. Ну вот такие вот ребята тут попадаются. Ну мы им помогли, сколько смогли. А на этом, ребятушки, все. Памятник Лермонтова. Подходим. Мы уже фактически до цели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Что вы думаете о карантине? И когда он все-таки наконец-то закончится? Чтобы можно было свободно, беспрепятственно передвигаться вам к городу, в вашем любимом городе, где вы бы не жили, наверняка столкнулись с такой же проблемой. Каждый регион. Но ситуация коснулась так или иначе всех. Во всем мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok